Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в House Flipper. Естественно, почитал я комментарии, ничего сильно полезного я там не увидел, каких-то советов прям-прям сильно-сильно полезных. Единственное, что я понял, что это нужно улучшить нам швабручку, чтобы она у нас чистила, во-первых, лучше, а во-вторых, еще у нас скребок поменяется, вот это классно. Относительно вкуса, относительно вот этого вот пола как в деревне, там мне написали в предыдущем ролике, в предыдущем, короче, неважно, что у меня нет вкуса, типа пол как в деревне, тыры-пыры, восемь дыры. Вкус дело относительное и ни в коем случае не поддающиеся критике ни в каком виде, понимаешь или нет. Начнем мы с вами с почты, нужно срезать деревья и прочитаем задание. Никуда мы не торопимся, опять же, я говорю. Добрый день, у меня есть деревья на участке, мой дедушка посадил их. Они росли и росли, пока не выросли. Они росли и росли, пока не выросли так, что на участке нет солнца. Растения под ними не хотят расти, я мечтаю о цветнике и загорать на террасе. У тебя хорошие мечты, конечно, женщина, но, увы. Мне нужно срезать как минимум два из этих деревьев, могу ли я рассчитывать на помощь? Я все еще мечтаю о таком маленьком пруду у террасы. Все, что вам нужно, это избавиться от деревьев и установить пруд. Я сама позабочусь о цветах, но уже спасибо. Екатерина С, мы сейчас тебе поможем, конечно, но не бесплатно. Ты нам заплатишь большую денежку. Разблокировал топор, ешкин кот. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. Чтобы избавиться от больших деревьев, их сначала нужно срубить. Тебе точно понадобится топор. Но помни, для... А, для безопасности дерево нужно рубить как можно ниже. А в чем безопасность заключается, я не пойму. В том, что... В том, что мне потом пиздюлин не прилетит за то, что я срубил посреди этого ствола дерева. Или что? Может быть, вон там надо рубить? Давай сядем пониже и будем рубить вон там. Ух ты, еб твою мать. Я, по-моему, рубанком колю деревья эти, рублю. Потому что... Потому что сейчас она упадет на дом, блядь. Вот что я придумал сейчас. Ну, мозгов-то если нет, пусть падает. Охрененная безопасность, конечно. Такой я лесоруб прям не могу. Выбросить пенек. Выбросил пенек. Так, давай лучше вон в ту сторону рубить, а то мало ли что. Ну, хрен его знает. Ой. Ну, руби ты внизу. Собака деревянная. Я, кстати, по поводу этого еще хотел сказать. По поводу моего сейчас местоположения. Я теперь сижу. Сижу. И опять ты практически на том же самом месте, где и раньше был. Или была. Но. Теперь ты немножечко ниже. И я хрен знает, как мне сейчас говорить. Я опять отвык от этого всего. Я так не понимаю, где находишься, где находится вот эта камера, где находится тут камера, где там находился. Мне написали, что, мол, ты был и так неплохо сидишь. И так неплохо сидишь. Но где-то между предыдущим положением и нынешним положением нужно оставить. Но ты, наверное, не понял. Ты сначала был вон там, потом вон там, а потом опять вон там. И если я посередине тебя поставлю, ты будешь прямо в мониторе. Это очень неудобно будет. А если по высоте, то примерно сейчас, да, примерно сейчас по высоте я именно там. Пруд удлинённый. Пруд удлинённый. Кладём и кладём. Ой, какой он некрасивый. Что это такое? Это пруд? Это разве пруд? Мне кажется, это не пруд. Это мусорные пакеты. А давай какой-нибудь светленький. А чё, тёмный-то сразу чёрный. Чёрный некрасивый. А чёрный от серого как-то отличается? Да, отличается. А, это белый. Ладно, давай белый пусть будет. Если это белый, значит это белый. Я не буду спорить. Давай прямо посередине. Вставим пруд. Водоёмы должны быть закопаны или выкопаны. Чё-то они должны быть, короче, сделаны. Давай уже. Выкапывай скорее. По поводу игр, которые мне нравятся. Игры мне нравятся практически любые. Нравятся мне симуляторы, нравятся мне шутаны всякие там разные прекрасные. Нравятся мне платформеры, рогалики. Вообще всё что угодно мне нравится. И, естественно, мы поиграем во что-то другое, только когда мы закончим с предыдущими играми. Потому что я уже рассказывал всё это дело в каком-то из роликов. По-моему, в Trader Live Simulator я рассказывал про то, что хватал я игр очень много. А теперь приходится с ними разбираться. Как бы The Tenance у меня сейчас ещё недопройдённый остался. И я, скорее всего, до конца проходить не буду, потому что он у меня зашёл в тупик. В такой, знаешь, тупик, в кризис я вошёл. И, короче, вот так. Марк Мыльников. Игровая площадка и гриль. Моя дочь растёт как на дрожжах. Всё больше интересуется миром. Я хотел бы устроить для неё игровой уголок в саду. Думаю, качели, песочницы и балансир на пружине отлично подойдут. Ну, и если уж берётесь за сад, то можно закончить вместо меня пасадку кустов, которых накупила моя жена. Так, чтобы красиво было. Мы уже расширили террасу. Только она пока что пустая. А хотелось бы беседку, гриль и стол для всей семьи. Чтобы и дедушка с бабушкой имели где посидеть, когда придут в гости. И самое важное. Уберёшь всю крапиву, чтобы не ужалило ребёнка. Пусть ребёнок сам её убирает. Я как вспомнил своё детство, я лупил палками только в путь. Вот это было развлечение. Тут, блядь, ужалит ребёнка. Бедный ребёнок. Мать его за ногу. Убрать сорняки. Кто ж тут так засрал всё это? Угу, угу. А почему сорняки у меня не показываются на карте? Разве так и должно быть? Мне кажется, нет. Мне кажется, они всё-таки должны были показать. А, или это, наверное, отдельный навык. То есть грязь и сорняки это отдельная ерундистика. И поэтому у меня... Вот. Вот сейчас можно будет их как раз вкачать. Лопата более эффективное копание. Высокую траву видно на миникарте. Высокую я и так вижу. Ну ладно. Ну ладно. Ладно. Или нет. Давай вот это прокачаем. Ещё сказали, возможно договориться о цене гораздо лучше будет. Ну уж чё уж, давай и это прокачаем. Просто понимаешь, понимаешь, договориться о цене, мне как бы оно не принципиально, цена это. Я говорю, один хрен, чё там, больше дадут сильно, что ли? Ну дадут тебе вместо 20-30 тысяч. Ну а они тебе что, помогут очень сильно? Если там вместо 200 бы давали 300 тысяч, вот это да, вот это было бы классно. Или, например, вместо там 10-50 давали, вот это здорово. А когда тебе там дадут хрена, да ни хрена, так и чё там торговаться? Так, я могу вставить растения, то есть я их копать могу, но оно мне нафиг не нужно, наверное. Угу. Покосить газон. Не, я хочу вот такой. Она гораздо интереснее. Она и косит так, это приятно. Да и быстро, и красиво. Вообще всё. Одни плюс от этой газонокосилки. Хаус флиппер у нас с вами пока что как основное прохождение идёт. Следующая игрушка, я думаю, какая-нибудь, тоже какой-нибудь симулятор будет. Пока ещё не решил какой. Пока ещё не знаю. Петух на пружине. Смонтировать деревянные детские качели. Посадить растение малая вишня. Куда же малую вишню-то мы посадим? Топор пока недоступно. Ну давай, вишня будет сидеть где-то вот здесь, вот по эту сторону. А, нет, здесь уже есть дерево. Куда же тогда? Вот сюда бы посадил с радостью, но... Блин, а куда её посадить? Ну ладно, давай разберёмся сейчас. Купим... А, она маленькая. Такая вот маленькая. Ну давай тогда вот сюда, пусть она вот тут вот стоит. Не знаю зачем, но пусть тут. Пока что я ещё не решил, какие игры будут, какие игры не будут. Но обязательно мы с этим разберёмся. Также про сабнафтику. Я, конечно, ответил уже, но я скажу ещё раз. Я её проходил. Особо как такового удовольствия у меня не возникнет при прохождении этой игры. Потому что я потратил на неё около 60 часов. Я прям в её, прям реально, прям проходил, проходил, проходил. Я там всё уже... Всё излазил, всё, что можно было излазить. И как бы нового там ничего не найду. Я просто всё там пролез. Я 60 часов купался в этом океане. Искал всё, что можно было найти. И делал всё, что можно было сделать. Основание сделаем. А где это основание? Тут, тут что ли? А, это качелина сама. Ну, давай светленькую сделаем. Качельную раму сделаем посветлее. А где она есть? А, это тоже металл. Светлый летём. Давай пусть светлый будет. И ножки, естественно. Блин, а ножки давай тоже из бука сделаем. Я не знаю, смысла особо нет никакого. Тут что-то менять. Столешница. Это вот, наверное, там, на чём сидит жопа. Жопа. И ручки, да тоже пусть светлые будут купить сейчас. Етить какая она большая. А где начало, где конец? Как качаться? Давай быть где-то вот здесь, чтобы ребёнок мог прям... Блин, а ходить как? Ну, наверное, тогда будет правильнее качаться вот... Да хр... Вот тут давай качаться будет ребёнок наш. Ну, или не наш, как он там. Чей он там. Просто если ты будешь качаться у стенки, то ты высоко раскачаться-то и не сможешь вовсе. А это никакой радости не принесёт. Ну, что ты? Ну? Петух на пружине и песочница. Песочница будет вот здесь вот в теньке, естественно. А петух на пружине вот здесь вот. Так, нет, петух должен быть красным. С красным гребешком, с красным вот этим вот намордником. Отделка голубой. Вот голубое красиво выглядит. Красный цвет петуха вообще не очень. Поэтому... Ой, да он маленький какой. Маленький петух. А куда его поставить? Вот сюда. Да тоже, да, вот класс. Вот здесь вот оно и будет. Класс. Вот это радость. У ребёнка будет. Так, по-моему, не так должно работать. Я должен на него сесть, а потом уже качаться. Непонятненько. Песочница. Купить сейчас, естественно, светлую. У нас всё светлое. Качельки светлые. Всё светлое. И вот эта ерундистика, она должна стоять вот где-то тут. Под деревом, естественно. Чтобы ребёнку в голову не напекло. Но и с немножечком... С немножечком солнышка. Чтобы... Чтобы ребёнку было ещё и тёпленько. Пергола. Лежак. Стол Грожина. Грожина хрен его знает. Стул и гриль. Ну, давай-ка поставим. Перголы. Почему она горизонтальная? Не пойму. Белую перголу. Ого. Ничегошеньки, она большая какая. А куда она должна поместиться? Вот сюда, что ли, всё? Это всё здесь должно стоять? Да ладно тебе рассказывать-то. Ну, давай, конечно. Две нужно, что ли? Да, две, смотри-ка, нужно. Купить сейчас. Ну, ладненько. Вроде норм. Правильно? Правильно. Я просто не пойму, к чему здесь перголы нужны. Я, может, что не понимаю. И тем более не нравится мне, что здесь остался один квадрат. Лежаки. Лежаки пусть тоже будут здесь. А что это за лежак такой? А, это внутри который? Будет она тоже белая в огороде? Нет, белая подушка в огороде, она не круто выглядит. Во-первых, вот давай лучше вот такая вот. Светло-коричневая, но почему-то в цветах. Мелкие цветы есть здесь, здесь. И основание, естественно, вот такое. Нет. Тёмно-серое, чтобы грязь было не видно. Бросим это всё дело. У нас вариантов нет. Вот здесь вот будет лежать, стоять, находиться. Здесь будет стоять. Нет, там какой-то ещё, по-моему, должен... А, нет, всё, всё, я уже запутался. Стол гражина, или как она там правильно опять же читается, не знаю. Поставим вот сюда. Да я знаю, что я молодец. Не нужно мне об этом напоминать каждый раз. Поставим вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Да что ты будешь делать? Вот сюда. Вот сюда. И, естественно, вот сюда. Всё? Раз, два, три, четыре, пять. Я теперь вылезти не могу, представляешь? Вот это приколюха. Вот это здорово. Закопался, так сказать, с головы в работе. Гриль. Купить сейчас. Гриль будет вот здесь. Не пожаробезопасно, конечно, это всё, но... Ну, а что поделаешь? Просит, значит, так и сделаем. Здесь нам нужно столик. Столики поставить. Один. И два дивана. Давай поставим столик. Он опять же будет белый. Белый. Нет, ножки должны быть... Нет. Он сам должен быть тёмный. Чёрные ножки и белая столешница. Серый, точнее. Ну, конечно, она нам позиционируется как белая, но она совсем не белая. И поставим вот сюда вот куда-нибудь. И посмотрим, что у нас тут за диваны. Опять же, нет. Серый диван. И белая подушка тоже не круто. Будет в мелких цветах, как и на лежаке. А как бы так поставить, чтобы было круто выглядело, да? А я что, один поставил? Молодец. Мне нужна в мелких цветах и серая. Купить сейчас. Ну, не, ну, блин, ну что такое? Ну, ладно, что ж теперь поделаешь? Будет вот так вот стоять. Давай стол хоть немножко переставим. Вот так вот. Угу. Нормально? Нормально. Выглядит прикольно. Пусть сидят там одни в уголке. Здесь все сидят. Всё, хорошо. Так, все... А, всё закончено. Да, написано. За 404 тысячи. Вот это мне нравится. Вот это работа. Вот это хорошая работа. Угу. Какой я молодец. В доме для сильной независимой женщины нет места для детских игрушек? Ну, я рад, конечно. Зачем ты мне это говоришь? Какой заказ у нас будет следующий? Почему опять 15? У меня же было 15. Дмитрий Куб Нилов. Субстраты для настоек вместо цветов. Моя дорогая мамуля уехала на пару месяцев. Когда она вернется, я скажу ей, что ее цветочки, к сожалению, сгнили, потому что подливались... А, поливались, наверное, слишком часто. Между тем, скоси их и посади, пожалуйста, мои любимые растения. Айву, виноград и т.д. То есть, ты любимые растения просишь, чтобы я посадил, но ты пишешь и так далее. Класс. Цветы перед домом можешь оставить, чтобы она ничего не заметила, когда вернется. Цветы должны исчезнуть только на заднем дворе. Там твоя территория. Удачи. Такой ты дружок, конечно. Сыночка, такого не пожелаешь вообще. Убрать сорняки. А это задний двор? Погоди. Убирать сорняки. Убирать сорняки. Как много сорняков у тебя в огороде. А, здесь не ясно, какие цветы сорняки, какие не сорняки. Потому что вроде вот это цветочки какие-то. В принципе, они плохие. Мне непонятно, что делать. Я просто буду нажимать на кнопки. Ну, в принципе, во всех играх нажимаю на кнопки, а там уж что будет. Ну, что такое-то? А это тоже цветочки, что ли? Ну, видимо, да. Все, здесь тоже все. 59 процентов. А, вот, тут еще куча всякой... Всякой всячины. 83. Где же еще? То, что нам нужно скосить. Это вот загадка. Загадка остается загадкой. Вот она, вот она, вот она, вот она. Загадка решена. Угу. Здесь у нас убирать сорняки тоже нужно. Тоже в больших количествах. Просто все цветочки, все, все, всю траву собрал. И мамке потом скажут, а она у тебя просто это... Просто засохла, делов-то. Просто засохла. Смотри, я айву посадил. Смотри, мать, какой я молодец. Да сыночка, такого, блядь, не пожелаешь вообще никому. Покосить газон. Давай мы сорняки сначала поубираем. Ну, потом будем с газоном разбираться. А то мы не закончим сейчас эти сорняки сначала. Это, блядь, потом будем бегать, прыгать, искать что-то. А оно нам надо? Да нет, конечно, не надо. Где тут еще-то? Остался хер да ни херашенький, а... 94%. 94%. Где здесь сорняк? Чтоб у этого разработчика этой игры подсохли руки. Я искал 10 минут этот сорняк. Я его, конечно же, нашел. В чем я, конечно, большой молодец, но... Значит, надо было так спрятать, плеть под кустом, рост сорняк, представляешь? Посадить растения нам нужно с тобой. Среднюю вишню, среднюю грушу и среднюю сливу. Угу. Купим несколько. Куда нам нужно это все посадить? Нам нужно посадить это все вот на этом участке. Посадим вишни. Я сейчас не знаю, куда посадить все это дело. Потому что у меня есть предложение просто сажать это все вот так вот. Но это будет не очень красиво. Поэтому давай посадим вот одну вот сюда, другую вот сюда. И закопаем, естественно. Сразу. Чтобы потом не мучиться. Чтобы потом не думать над этим. Сразу все закопаем. Сразу все, чтобы у нас было готово. Вставить растения и присыпать. И полить. Растения посажены. Копаем яму. Отлично. Сажаем растения. И присыпаем землей. Поливаем. Красота. Осталось посадить две средние сливы и грушу. Давай со слив. Начнем. Дай посадим ее так же вот здесь. И вот где-то здесь. Ну, чтобы тоже не париться. Ну, потому что нахренай париться, если можно не париться. Я вот этого не понимаю. Примерно как с подбором всяких вот этих вот цвета пола, цвета там, не знаю, стены. Что-нибудь еще там выбирать. Если я так буду выбирать, я здесь буду серии по три часа записать. И в итоге мне она надоест, эта игра, и я ее не пройду. Мне нужно быстро проходить задание. Ну, не настолько быстро, конечно, как я могу, но хотя бы вот так. Потому что если я буду долго запариваться над этой игрой, я ее до конца никогда в жизни не пройду. А конец здесь наверняка есть. Я же не такой явный, как мне писали в чем. А, в Тойлет Менеджере. Вот в этом вот. Типа там есть смысл. Не то, что в Трейдер Симуляторе. Естественно, мы у него поиграем, в этот Тойлет Менеджер. Не знаю, в каком году и не знаю, когда. Но наверняка поиграем. А почему нет? Просто я пока еще к нему не особо готов. Хотя, почему не готов? Может и поиграем в ближайшем будущем? Может хоть сегодня даже, я не знаю. Посмотрим. Будет видно. Не могу ничего гарантировать, не могу ничего говорить про это все. Загадывать нельзя. Загадать ни на что нельзя. Ничего нельзя загадывать. Потому что ты, блин, сейчас загадаешь, а завтра у тебя ничего не получится. Поэтому нужно делать все неожиданно. Просто прям как ниндзя, блин. Понимаешь? Берешь и делаешь. И все такие вокруг. Ебать, серьезно? Он это сделал. А ты такой, да, я это сделал. А знаешь, почему я это сделал? Потому что никому не говорил, что я это сделал. Поэтому надо молча все делать. Самостоятельно. Никого не просить никогда в жизни. Помогать себе. И надеяться только на себя. И тогда тебя в жизни успех, возможно, ждет. А, возможно, и не ждет. Хер узнает. Кто я такой, чтобы тебе об этом говорить? Где-то нам нужно еще что-то покосить, нет? Где нам что еще осталось сделать? Виноградник, ягодные кусты, сад. То есть в саду все сделано. Остался виноградник. Где-то он должен находиться у нас. Здесь нет. Вот здесь ягодные кусты должны быть. Угу. Ну, давай приступим. Кизил обыкновенный. Купить несколько. Ого. Ничего себе обыкновенный. Ну, он не обыкновенный у нас. Здоровенный просто. Представляешь, какой он большой. Ты сам-то видишь, какой он тут обыкновенный к хренам собачий. Ты что такое говоришь? Смотри, какая яма огроменная. Просто реально здоровенный кизил, а не обыкновенный. Возможно, я больших кизилов здоровенных не видел, но это не значит, что это обыкновенный. Красота. Как у нас все ловко получается, да? Вообще, просто вот мы с тобой как только научились в эти симуляторы играть, так и прям все. Прям идет и идет. Нам только воли дай, мы все сделаем. Ну, присыпай землей. Идем дальше. А, хиномелис. Смородина. Три хиномелиса нужно купить. Купить несколько. Их мы посадим. Да вот сюда давай посадим, да и все. Все? Нет, его тоже выкапывать надо. Да зачем? Ну, можно же было такую маленькую ямку и побыстрее выкопать уже, ну? Присыпать землей и палить. Ой, как же долго он копать-то эти лопаты ямы. У меня слов нет. Очень долго это происходит. Ну-ка, вставь растение. Присыпь землей. И начни поливать. Вставь растение, возьми лопату. Копай яму. И будет у тебя успех. Возможно. А возможно и не будет, опять же. Яма выкопана достаточно. А где растение это? А, вот он. Спряталась уже куда-то. Три куста смородины. Три куста смородины. Три куста смородины между деревьев и посадим. Красной смородины. Красной самое вкусное. Черная она большая очень, а красную собирать удобнее. Я же несколько нажал, нет? Ну, значит, будет черная и белая. Похрена нам. Нам какая разница, правильно? Нам все равно. По 300 рублей за куст, тем более. О, блин. Как что, умаялся я как-то копать эти ямы. Прямо вот сам копаю. Прямо вот этими ручищами копаю, как будто бы. Ну, копай. Иногда здесь происходит такая ситуация, когда ты не можешь копать. То есть действие какое-то не происходит. Ты вроде нажимаешь, а он не понимает, что нужно сделать. То есть ты нажал. И вроде бы как бы должно что-то происходить. А оно не происходит. То есть вот типа вот я сейчас нажимаю. Оп. Получилось. Оп, получилось. И оп, получилось. Вот это меня, несомненно, радует. А вот иногда, вот, например, присыпать землю. Я же два раза нажал. Вот, например, полив не идет. Хотя там вот такая вот долечка выполнилась. Так, где-то мы еще что-то не сделали. Где? Где виноградник? А где у нас виноградник должен быть? Я что-то не пойму. Он там, что ли? Что там за двоечка горит? Да, вот виноградник. Виноградные кусты. Аж целых пять штук. Ну, давай вот здесь вот понасажаем их. Еще пять ям. Это вообще невыносимо. Сколько можно их копать? Я, конечно, с радостью бы прокачал лопату, типа, чтобы побыстрее копать. Но оно того не стоит, потому что очко мы потратим, а копать мы не так уж и часто копаем. Хотя что-то с последним заданием я в этом сомневаюсь. Мы что-то очень много копаем. Копаем и копаем. Вообще уже обкопался весь. Вот просто уже, ух. Надо сейчас будет взять какое-нибудь задание попроще, типа, грязь убрать в гараже или что-нибудь такое. Оно нас немножко расслабит. Возможно. А возможно, ни хрена не расслабит. Возможно, нас еще больше напряжет. Но в гараже, когда убираешься, хотя бы копать ямы не нужно. Уже здорово. Ну, присыпайся. Поливайся. И остается всего лишь на всего два кустика. Их мы делаем за секунду. Какие мы с тобой молодцы. Просто вот не передать словами, какие мы с тобой молодцы. Сажаем кустики. Копаем ямки. Наводим порядок в саду у какого-то мужика. Или у мужика вроде, да. Красота. И все это за 120 тысяч рублей, блин. Ошалеть. Мы такую красоту за 120 тысяч. Короче, невыгодно работать вот таким вот садовником. Лучше косить газоны. Косить газоны и грязь убирать вообще очень выгодно. А тут вот просто получается... Труд обесценен. Это... Это некрасиво. Почта. Уже 16. Не, Александр Каваша, подожди. Я не хочу. Ванная комната, ванная комната. Реновация, покраска дома, жилой бункер. Предпраздничная уборка. Рождество наступает, а у меня проблемы. Мои родители отправились в делегацию, оставив мне свободный дом около месяца назад. Но они скоро вернутся на Рождество. Есть еще следы последней вечеринки дома, а также несколько предыдущих. Знаете, у моей мамы идеалистическое видение Рождества, когда весь дом и все окна сияют. А рождественские украшения повсюду. Я не могу подготовить все сам, помогите. Но давай поможем. Мне ж не жалко. Надо убрать сейчас мусор и, наверное, подготовить дом к Рождеству. Ну, конечно, это очень долго, мне кажется, должно быть. Ошалеть. Вот это реально много. Ну, ладно, мы сейчас выполним задание и тогда уже закончим. Ну, потому что сейчас нам, как-то так сказать, заканчивать было не круто. Получится у нас полчасовой ролик. А что, здесь фонаря никакого нет, что ли? Ну, конечно, здорово, у вас освещение здесь сделано. Здесь, по-моему, кто-то кровью уляпал все. Пиццу кто-то не доел. Ну, ребят, ну, пиццу надо было доедать. За нее деньги уплачены все-таки. Возможно, если вы ее не своровали нигде. Так, грязюк мы почти все оттерли. Да, 66%. Аж 60-70% ошалеть. Вот это быстрая уборка. Вот это я понимаю. Ну-ка. 82, 84. Где тут еще грязь? Каждый стул усрали, ты представляешь? Че за люди? 92 и где-то здесь еще. Нет. Вот тут где-то грязь. Я прям смотрю на эту грязь, но отмыть ее не могу. Или могу? Или это все? Подожди, а где грязь-то? Я, может, что-то не понимаю. Может, я дурак? Не пойму. Вот здесь где-то тоже грязь. А, ну здесь понятно. Здесь вижу. Здесь тоже где-то грязь. Отмыл какую-то грязь. Здесь тоже что-то отмыл. Здесь тоже отмыл. 99 процентов. То есть, вот. Где-то здесь была грязь, короче. Убираем теперь коробки. Естественно, бутылки все. Вот эту всю мусорку, которую оставила нас тут. Оставила огромная компания. А мы теперь за ней убираемся. Они, значит, тут ели, пили, а мы за ними прибирайся. Но нам за это деньги заплатят. Нам уже 23 тысячи выписали. Чья-то зарплата. А мы только мусорку собрали. Уже 26. И здесь нужно просто помыть окна. Но если у нас еще одна улучшится, ну, еще раз улучшится вот это вот приблуд для помывки окон, я офигею. Куда же отширить-то? Она еще шире будет. Елка. Елку можно будет поместить сейчас. Но елка должна стоять где-то, где-то, где-то вон в том углу. Или вот в этом углу. Потому что это же ведь... А, это двери. А куда же туда ее поставить нужно? Я не понимаю. Гирлянду какую-нибудь светлую. Нет, желтую гирлянду. Эту розовым. Шары красным. Те зеленым шары должны быть. Третьи рождественские шары. Вообще вот, типа какого-нибудь вот эдако, вот такого вот светофора. У нас будет елка-светофор. Рождественская цепь будет у нас. Да пусть золотая будет. Не, не видно, правда, нихрена. Гирлянда будет... Тоже золотая. О, вот такая. Вот такая. Точно тебе говорю. Купить сейчас. Куда ее такую большую поставить-то? Места здесь нет столько. От нас хотят чего-то непонятного. Куда я должен поставить это все дело? Я не пойму. Пускай вон там пока стоит. Делаем немножечко перестановку. Ну, потому что... Потому что. Потому что вот так вот теперь это все будет стоять. Как хочешь, так и ходи вокруг всего этого. Но елка должна стоять вот здесь вот. Ну-ка. Вот здесь елка будет стоять. Да? Да. Ой, какая красота. Ну-ка. Смотри, какая здоровская штука. Еще бы не было у меня заданий справа. Вот это было классно. Я бы на превьюшке ее поставил. Но, что ж поделаешь. Рождественская гирлянда. Ой, блин, как здесь все сложно. Как здесь все много. Я прям не могу. Отделка голубеньким, красненьким. Купить сейчас. Это что такое? Это куда вообще надо лепить-то? Это куда-то кладется, вешается или... О, над дверью. Колокольчики. Колокольчики пусть висят у нас... Нет, зелененький бант. Нет, красный бант. Нет, зелененький бант. Да? Зелененький же? Зелененький. Колокольчики будут у нас с тобой вот... Над межкомнатными. Да? Да. Колокольчики. Зеленый бантик. Купить сейчас вот здесь. Блядь. Немножко повыше. Вот так. Нет, пониже. Вот так. И, естественно... Вифлеемская звезда. Это звезда вифлеемская? Мне кажется, это не вифлеемская звезда. Это какая-то ерундистика. Купить сейчас. Желтенькие листочки надо было сделать. И зелененькую эту. И купить несколько нажать. А я что-то тупанул и нажал одну только купил. Пускай здесь стоят. Ага. Большая подарочная упаковка. Красного цвета. С серой повязкой. Купить. Мне их тоже, хочу заметить, нужно... Больше немножко было, чем я купил. А, нет. Одну всего. Средний подарок. Средних два подарка. Зеленую ленточку и красную саму коробку. Вот сюда положу. И вот сюда положу. Длинная подвесная гирлянда. Желтого цвета купить сейчас. Блин, их шесть же нужно. Дурил. Картонная. Купил, представляешь, одну всего. Дом у тебя не симметричный, не пропорциональный. Слушай, получается, что вот некрасиво получается. Ну, а что поделаешь? А не что не поделаешь? Вот тут повесим одну и повесим еще куда-нибудь вот сюда вот. А хрен ли бы нет. Амелу. Сейчас Амелу прилепим. Купить сейчас. Вообще Амелу над дверью, по-моему, вешается, нет? Веточки Амелы. Амелы. Ну, пусть будет над столом. Хрен его знает зачем, но пусть висит тут. И, естественно, щелкунчик. Щелкунчик пусть стоит вот на столе. Подарок охраняет. Правильно? Правильно. Ага, снежный шар. Тут вообще-то так-то тоже вот сюда вот надо поставить. И рождественский венок. Но рождественский венок должен быть на двери входной. Глупость какая-то. Вообще на входной двери он должен быть. Но игра нам говорит нет. Ну и хрен с тобой игра. Мы повесим вот сюда. Собственно, в гостиной мы управились. В гараже очищаем грязь. Где здесь свет включается? Угу. Кто-то реально здесь всю кровью заболевал, захаркал. Я не знаю, прям свиньи какие-то. Где грязь? А-а-а, на подоконничке. И помыть окно. Все вот делок. С гаражом управились. Теперь с ванной комнатой управляемся. Здесь тоже помыть окно и грязь помыть. Но это недолго. Это такая комнатка, знаешь, для расслабления. Где-то здесь тоже грязь было. Да? Да. А, и вот здесь. Красота. Сколько комнат осталось еще? Спальня. Спальня и вторая спальня. Ну, в принципе, пойдем вот в эту спальню. Включим свет. Красные лужи какие-то. Ну, это правда, что-то было здесь. Бойня, наверное, какая-то была. По-моему, окна. Я думал, это одно единственное. Единое окно оказалось, нет? Ну, установите устройство, встроенное широкая штора. Ну, давай поставим штору. Красную. Красная кровать-то? Да, красная кровать. Будет красная штора. Установить. Ага. Болтики себе вкручиваем. Угу. Угу. И вешаем сами шторы. Здесь нам нужно с тобой... Что нам нужно с тобой здесь? Рождественский венок, который, как я хочу заметить, нужно было бы повесить на дверь. Не вешается на дверь, но будет висеть вот здесь. Не знаю к чему, но пусть висит. Вот эту ерундистику мы вешаем. Кладем вот так. Ставим. Вот сюда вот куда-нибудь. На... 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 На трюмо. Колокольчики, колокольчики, колокольчики. Пусть зеленый бантик будет и такой вот купить. Над дверью. А второй... Второй хреново знает. Давай лучше вот сюда вот повесим. Сюда. И еще один колокольчик вот сюда. Ну, нормально. Так. Подвесная малая звезда. Лампа. Четыре штуки, по-моему, да? Желтые, естественно. А куда ее подвешивать-то? А, вот сюда вот. Давай вот сюда вот одну. Как-то так. И... Куда-нибудь. Не знаю. И... Пусть вот здесь вот висят. И лапа. Большая звездная. А, большая звезда. Тоже желтая. И тоже их... А, их нужно две. Ну, давай вот тут вот будет висеть. Так, нельзя. Давай вот здесь. Я не знаю, зачем я их просто покупаю. То есть, куда я их вешаю? Мне все равно вообще, куда я их вешаю. Пусть висят где висят. Вот так. Да? Да. С этой спальней мы закончили. Идем в другую спальню. Где она здесь? Вот это сорочельник. Вот это я понимаю. Погуляли так погуляли, блядь. Вот по-другому не назовешь. Реально, хорошая вечеринка. Она прям удалась. С грязью мы закончили. Опять же. И убираем мусорку. Неужели так сложно было за собой убрать хотя бы какие-нибудь, не знаю, бутылки? В этом же нет реально ничего сложного. А, с грязью мы не закончили. Грязь только началась. Где-то здесь. И где-то здесь, здесь и здесь. Да, все. Помыть окна и лампочки повесить. Но это дело на пять минут. Так что мы с тобой сейчас быстро управимся. Угу. Теперь хоть улицу видно, уже хорошо. А то сидишь как в бункере здесь. Так, лампа снежинка. Желтая. Купить несколько. Я думаю над кроватью повесим, да и все. Думаю, даже мучиться не будем с тобой вот так вот. Повесим, пусть висят. Красота. И за это нам все дали 120 тысяч рублей. Мне от этого крайне грустно. Но что ж поделаешь. Красота. Красота. Давай мы с тобой на этом прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Поставь обязательно комментарий и напиши лайк. Увидимся с тобой в следующих сериях, в следующих видео. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok